И такая постановка антенн в ряд дает точность пеленгации 3 градуса. То есть мы сразу резко увеличиваем возможности по пеленгации этого кракена. На данный момент все ребята, которые работают с кракеном, они мало кто пробовали этот вариант поставить. Хотя это сам описывает производитель, можно к ним зайти на сайт разработчика кракена, он описывает модель, как эту антенну сделать, как эту антенну поставить. Поэтому если сделать правильные такие точки, если добавить усилители к ним, если эти кракены связать между собой, чтобы они могли координироваться, передавать информацию между собой. Причем тут очень важный интересный момент. Послушайте, например, связать что-то на старлинках много ума не надо. Ну, а где на этих старлинков напастешься на всех? Поэтому я вот часто обращаюсь к ребятам, когда вы делаете подобные решения, думайте, как можно будет цели и задачи передавать друг другу, например, по радиостанциям. В идеале это поставить, потому что для этого кракена нужно только целеуказание, образно говоря, это пелен, вообще больше ничего. Он должен получить частоту, например, слушать на 438-400 и обратно он должен дать пелен, 320 градусов. И это можно сделать на базе радиостанции, например, Моторолу. Почему бы нет в ДМРе? У Моторолы есть драйвера, Моторола даже может работать через Bluetooth, как это делает Моторола с крепевой, все это знают. Либо решение построить на лоре. То есть, что такое лора, все многие тоже знают, техники. Чтобы мы не ставили дорогие старлинки. И таким образом это решение всем сложить все это вместе, чтобы работал вот такой комплекс. Ну вот ребята работают. Две команды работают при силах специальных операций, которые работают именно над кракеном, потому что у них есть необходимость в этом. И один вот у меня человек, который работает под немножко другие задачи. Добрий вечер Сергею. Добрий вечер, шановне панство. У меня вопрос относительно вашей думки на предмет доценности и жизненности, ну, принятия пользователями в окопах. А радиостанции, которая была бы малопометной за счет малого трафика, дистанции от километра до десяти, ну, это без подсилювача, можно там развиваться. Но сутьевым нюансом есть то, что она способна будет озвучивать синтетично, ну, с MP3-плеера, скажемо, отримані поведомления, текстовые, логические, но не способна будет с голоса принимать эти поведомления, а лишь с клавиатуры, або в виде смс, або по, ну, за долгой закладенной таблицы кодов передавать поведомления. Да, смотрите, решения вот всякого такого рода, они очень интересные. Вот, например, я знаю у ребят, одну команду, которые сделали решение, они взяли модули на лоре, готовые, они продаются там в Китае. Причем самые разные мощности и самые разные частотные диапазоны. И они сделали приложение на Android смартфон, и они сделали возможность передачи, обмена сообщениями между смартфонами через вот этот модуль. То есть это получился некий такой пейджер, который очень, Лора сама по себе протокол, он по месту устойчивый и работает с низкими уровнями. То есть они создали некий такой пейджер, который могут военные общаться на фронте между собой, передавая какую-то информацию, плюс они добавили к нему зашифрование AES-256. То есть по большому счету это вот Android в режиме полета. Я так понимаю, что это где-то как-то пересекается тоже с вашей идеей, да, передачи информации через радиоинтерфейс, обмен текстовой информацией. Только ее можно не обязательно даже использовать шифрованную, ее можно сразу закрыть AES-ом алгоритм и зашифровать. То есть это достаточно тоже делается, причем не обязательно там 256, можно 128 битным AES-ом закрыть, и все это будет нормально работать. То есть это все технически реализовано, в схемотехнике это не есть проблема. То есть вот есть интересные ребята, я, кто знает, делал обзор радиостанции, это украинские ребята, которые создали радиостанцию. Она маленькая, портативная, работает она тоже на технологиях Lora, с ПТРЧС, AES-ом и все. Сейчас у них, правда, там есть небольшие, я так понимаю, затруднения, потому что мы вышли на фонд Притулы, им тоже понравилась эта радиостанция, но она не может не понравиться. Это украинская разработка, на ладошке помещается, аккумулятора хватает на неделю, то есть AES-256, шифрование, программирование с телефона через Bluetooth, ну то есть вообще классная для каких-то, для пилотов особенно, такая, знаете, радиостанция уровня болталки взводной. Вот у нее маленькая мощность, специально сделанная, там милливатт, 20 или 50, у него мощность, расстояние тоже маленькое, противник ее далеко не видит, это для того, чтобы ребята вот могли во взводе общаться образом между собой, не загружая эфиры всех остальных. То есть такая разработка есть, и я думаю, что они в скорое время ее пустят в серию, то есть потому что у них планы достаточно серьезные, вопрос лишь в схемотехнике, вот, она проходит испытания уже в разных структурах, и возможно и все получится. Я вам почему скажу, потому что подобные радиостанции были уже сделаны, да, раньше, компании Proximus, то есть это не секрет, вот, хорошая для специальных операций радиостанция была сделана по подобным технологиям, но у нее достаточно высокая цена, то есть у нее высокая цена закупки, эти ребята хотят выйти на стоимость, на больших партиях чуть ли не там меньше 100 долларов за одну радиостанцию, где-то вот такой порядок, потому что на больших партиях, конечно, стоит дороже, чтобы закрыть телегмент.